друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный telegram канала маркет с большим количеством аналитического контента ну что теперь непосредственно к рынка мы еще на один день ближе к супер фундаментальному событию этой неделе а может быть и не только это симпозиум джексон холли из-за возросших в последнее время к видных рисков эта встреча пройдет формате телеконференции ну сути дела это не меняет нас прежде всего интересует пятничное выступление на паула который должен уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики тысячу раз эту тему мы уже с вами проговаривали но что уж тут поделать мы остаемся заложниками будучи спекулянтами того что на рынке происходит именно вот этого фона и именно итоги и непосредственно сама риторика паула она станет определяющей для дальнейшей динамики доллара я склонен полагать что из-за того фона который сложился в последнее время точнее ухудшился ситуация с эпидемиологическая ситуация именно рост количества заболевших в сша плохая статистика которая в целом может быть уже опережающей индикации того что влияние к вида стала прослеживаться все явнее я полагаю то что фрс с большой долей вероятности сохранит статус кво и не станет действовать на опережение какие-то проактивные решения которые предлагают отказ экономики ну в данном случае регулятор тех мер которые являются стимулами для экономического восстановления еще не время если бы у нас не было накопленного такого количества рисков то да как вы помните я буквально пару месяцев назад склонялся к тому что на симпозиуме в джексон холли могут быть даны первые сигналы относительно того когда начнется сворачивание программы количества смягчения и я был уже готов развернуться по доллару купив его в расчете на то что дальнейшее ужесточение политики создаст отличные условия для долгосрочного роста американского доллара но сейчас он тот который мы видим и к сожалению это фон который меня пока что сохраняет именно в шортах по индексу американского доллара один из самых рьяных жестких представителей голосующих членов резерва федрезерва каплан который буквально три месяца подряд там лоббировал на каждом заседании идею того что нужно сворачивать программу количественного смягчения нужно торопиться с этим решением может в конце концов только она сможет подавить точнее только такой шаг сможет остановить рост инфляции уже готов отказаться от своих прежних слов потому что также признал что понижательные риски для экономики сейчас значительно усилились из-за того что никто ждал что дельта штамм коронавируса станет повторно как бы новые истории глобального пандемичного риска для всей мировой экономики сегодня в 15-30 будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования и по прогнозам друзья мы ожидаем слабые цифры в частности если говорить непосредственно про статистику то фактически цифры могут указать на спад в прошлом месяце на 0,3 процента очень сильно контрастирует с значением двухмесячной давности когда был зафиксирован рост на 0,9 процента если роничные продажи действительно точнее заказы разочарует то вспомним еще мичиганский индекс последние роничные продажи и в целом у нас будет достаточно уже вот этих остат данных указывающих на то что экономика буксует чуть не забыл друзья отчет который вышел в понедельник это индекс деловой активности в сфере услуг минимум за восемь последних месяцев и индекса деловой активности в производственном секторе минимум за четыре месяца в общем здесь выводы напрашиваются сами собой я думаю что фрс а пока что вот на сегодняшний день на сегодняшний час все таки даже обязан сохранить прежнюю стимулирующую экономическую политику по золоту у меня прежняя ставка ждем возвращения котировок выше 1800 долларов за тройскую унсу сейчас небольшая коррекция но нужно понимать что вот это вот именно а перетягивание каната между продавцами покупателей это нормальная ситуация когда все же знают что впереди мощные фундаментальные события боятся как-либо действовать перед ним потому что велика вероятность ошибки и нужно признать что вот такая рыночная ситуация продлится вплоть до завершения этой недели и может быть только на следующий у нас будет какая-то конкретика потому каких трендов мы можем придерживаться дальше ну по золоту и от своей идеи не отказываюсь в принципе как уже только что отметил рынок нефти 69 95 после экспирации чуть чуть ниже мы еще приседаем на азиатской сессии я думаю что не нужно сейчас торопиться с длинными позициями ранее я рекомендовал с определенного уровня отложка действовать на продажи считаю что решение сша по продаже стратегических резервов в частности это сделка через аукционы будет проведена уже в сентябре сша они реализовать до 20 миллионов на баррель это много это один из крупнейших объемов с 1991 года когда распродавались резервы на фоне войны в кувейте такое небольшое лирическое вступление справка что вот эти стратегические резервы как самим фактом своего существования еще уходит в 73 год тогда когда опек принципе отказались поставлять нефть сша соединенные штаты америки решили выйти на вот эту внутреннюю базу ресурсов которые позволят автономно обеспечивать себя сырьем в течение трех месяцев если будет полностью заблокированы перекрыта импорта сейчас если мне не изменяет память объем статегических резервов превышает 650 миллионов 20 миллионов планирует продать как уже только что отметил сентябре это еще один шаг администрации байдена который направлен на то чтобы попытаться ослабить нефтяные цены чтобы в конце концов снизить цены на топливо ну посмотрим как и к чему все это приведет тот рост который последовал в начале этой недели мог стать следствием инцидента мексиканском заливе и пожара на одной из крупнейших буровок мексики в частности из-за которого объем нефтедобычи был снижен на 421 тысячу баррелей в сутки это много конечно же до конца недели последствия будут устранены поэтому если этот фактор влиял на рост цен на нефть то мы получим еще более интенсивный откат когда все поймут что это угроза уже вовсе и не угроза поэтому шорта по нефти в приоритете и остальные сделки которые я рекомендовал держать этой сын пи с целями 4 500 также все без изменений 4 478 пунктов в моменте и новозеландский доллар 0 69 43 сейчас котировки предлагают действовать через отложку 0 69 20 долгое время нова зеландия была последним местом на планете земля которую не затронул новый штампа дельта и количество случаев фактически случаев не было и к сожалению ситуация изменилась только в рамках этого месяца количество фиксируемых случаев заболевания дельта штаммом сейчас на ежесуточной основе фиксируется в районе 30 40 это максимум друзья с апреля 2020 года мы знаем что власти новой зеландии ввели четвертый уровень ограничений который продлится до конца этой недели если решение в конце этой недели будет предполагать продление еще бы на больший период этих ограничений то тут уж понятно что новая зеландия столкнется серьезными экономическими негативными последствиями и мы будем вооружены вот этим 20 фоном идеи потому что готовы продавать новозеландский доллар на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии всем пока